У вас совершенно ленивый, крючка не хотела. Где родились? Родилась в Москве. Родилась в Москве, где... У нас все интересно, какой у нас район, да? Южная, Медведково, будете рядом, заходите в гости. Северный округ. Ясный проезд, дом 11. Это даже северо-восточный. Понятно. Северо-восточный. 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 Северо-восточный, да, северо-восточный. Улица Полярная? Ясный, рядышком с Полярной. Ясный, улица Северо-восточный. Это мой школьный друг, который вчера вот сказал... Я приеду. Да, я приеду. Молодец. Я уже два года как не занимаюсь спортом. Говорят, тебя освободили. Как ухужарно, говорит, что это было. Но по всем по порядку. Совершенно не хотела ничего делать, но при этом была безумно активна. То есть я не могла усидеться вообще на месте, ну, никак. Семья у меня спортивная. Все занимали спортом. Бабушка, лыжи, коньки. Папа у меня мастер спорта международного класса по велоспорту. Мама мастер спорта международного класса по синхронному плаванию. Потом она вообще принесла для Советского Союза первые медали, которые вот... То есть никогда у нас в синхронном плавании не было. И они в составе дуэта выиграли первые бронзовые медали для Советского Союза. Фамилия главная? Девча Жималеддинова. Альфия. Жималеддинова. Альфия Жималеддинова. А вторая? Сейчас, ну, сейчас Ольхова у нее. А как вы это были интересные вопросы? Или а в спорте раньше... Сейчас скажу, это был потом, если не ошибиться, подождите. 70-й год. 80-й год. Ты по футболу все знала, а если по футболу я все... 87-й, по-моему, да, 87-й. 87-й наше время, да. Вот. Это они на юниорском первенстве Европы выиграли вообще первые медали. Вот, поэтому семья была спортивная, у нас разве что только дедушка играл в домино, но и то, это был спорт, и это было очень серьезно у нас в доме. Вот, поэтому... Но мама, пройдя весь этот путь, она также была в сборной, она также была, вот когда Татьяна Николаевна Покровская только вообще приехала из Бразилии в Россию, только вот вообще начинает заниматься главным в России, в Советском Союзе, и тогда мама была в спорте, мама была под ее руководством, и пройдя всю эту школу, пройдя весь этот путь, она твердо решила, что ребенка в свой спорт она не отдаст. Что она говорит, я не хочу, чтобы мой ребенок прошел через все это, потому что это очень тяжело. Ну, это было принято решение, что все, ребенок, ну, должен там чем-то заниматься. А ребенок был, ну, ни че не занимался, сидел на диване и пикал в телевизор. Поэтому бабушка приняла кардинальное решение и сказала маме, так как мама работала уже тренером, она говорит, забирай ее, иди в бассейн, пусть рядом плавают, пусть что-то делают. А сколько лет было? Мне было 7 лет. По нынешним меркам это очень уже... Позно. Это позно, это позно, для того, чтобы мы тогда, раньше была и планка другая, и детей там 7-8 лет отдавали. Сейчас, конечно, отдают их и 4, и 5, и по федеральным стандартам, а у детей 7 лет. Меня отдали совершенно без цели вообще. Ну, по данным я была абсолютно среднестатистическим рубленком, без каких-то выдающихся способностей, без каких-то выдающихся данных. Это вот из серии, когда нужно грызть землю, чтобы добиться чего-то. Давая в спорт, мама подумала, что ну дай бог, там, мастер спорта, это потолок. Если получится, то вообще все, будет замечательно. Ну и вот так как-то год за годом, год за годом, а, видимо, в моем характере не было... То есть если мне дают задачу, я ее выполняю. Я не могу, ну, вот, не выкладывать ее нельзя. Если мне ее поставили, она должна быть не будет. Соответственно, задачу ставили, мне ничего не получалось. Так как мы, например, данные не позволяли сделать мне поставленную задачу решить за короткий срок, мне приходилось очень долго, я как-то повторяю, повторяю, оставаясь там где-то на тренировках, приходя раньше, делая то, что как-то другим давалось сразу, я давала дольше, было дольше повторений. И вот так вот год за год, год за годом попала я в юношескую сборную, практически запрыгнула в последний вагон, попала туда, то есть мы еще так все удивили, не боже мой. Действительно, это было так, да. То есть мы были очень счастливы. Какое возрасте? Это был 2006 год, мне было 15 лет, я вошла в состав, вошла в восьмерку команды. Потом были Нью-Йоркские игры, я попала и со старшим возрастом, и со своим возрастом в команду. А потом был отбор национальной команды. Ну а это вообще-то... Ну как бы, нет, мы, конечно, пошли туда, но не предполагали, что это может вообще к чему-то привести. Но так как отступать было в наших правилах, мы решили, что надо пробовать, нужно идти. Был отбор, Татьяна Николаевна смотрела меня, ну и много других девочек, у нас было, наверное, человек 10, может быть, чуть больше. Она просмотрела весь сбор. Мы сидели вместе, вот, представляете, да, вот ребенок, который всегда смотрел по телевизору своих кумирах, да, по синхронному плану. И тут вдруг оказываешься в одной чаше даже, даже на одной дорожке с ней, с этими звездами. Это, конечно, вот и ступор, что ты, ну, боишься, не дай бог, где-то там под водой ударишь. Ох, ты вообще заденешь. Я один раз имела неосторожность случайно ударить олимпийскую чемпионку. Ну, так как мы плыли, у нас дорожка была рядом, я плыла брасом, и она плыла на этой дорожке. И мы плыли прямо близко-близко, и я делая брас, ну, случайно ее заделал. Я думала, все, пора паковать вещи. А фамилия как-то еще. Я сейчас говорю. Угадайте. Ну, тогда у нас круглые тут. Это была... Киселева. Киселева. Точно, это была Киселева. Они тогда с Ольгой Брусникиной готовились... Да, Брусникина. Брусникина, знакомая фамилия, да. Они готовились к отбору. Как раз у них была очень жесткая борьба с другим дуэтом, потому что у нас в России на тот момент было два сильных дуэта, вместо на Олимпиаде одно. И вот они готовились к ирпийским играм, к отбору. И я вот тут плыву, их друг задеваю, и я думаю, все, я прям, все, можно уходить. Нет, ну, я извинился, говорит, да ничего, нормально. То есть, ну, вот, может быть, я слишком очень это в ярких красках представляла, что сейчас что-то там будет. Но все равно, когда звезды есть звезды, и когда ты оказываешься не пойду в бассейне, конечно, было очень страшно. Но отбор прошла, я и еще две девочки. Через какой-то месяц осталось, буквально нас двое осталось. И вот с января 2011 года, 4 января, как сейчас помню, заехала на спортбазу в Рамецком. И с этого момента пошел мой шестилетний срок в спортной России по спортному плаванию. Это очень сложно, потому что, правда говорят, сравнивают с армией спорт. Кто-то говорит, что это сложнее, чем армия, кто-то говорит, что легче. График у нас 5-1. Пять дней ты сидишь в Подмосковье, то есть там нет ничего. Бассейн, гостиница, лес. Никаких каких-то факторов, которые могут тебя отвлечь, например, от тренировок. На один день возвращаешься домой, видишь родных, пытаешься решить какие-то свои вопросы по учебе и поехать обратно. Ну что, я что, там школы не было? Нет. Из какого возраста? Там только бассейн. Там много бассейн. Чтоб ничего не отвлекал. Возраст в цернах? Всех по-разному. Смотря кто в каком возрасте попадает. Я попала в 11-м классе. У меня оставалось как раз вот ЕГЭ. Создать экзамены. Да, экзамены. Вот. Когда в институте учишься, ты также находишься на базе. И никто тебя как бы особо никуда не отпускает на экзамен. Ты все решаешь в один свой выходной. А институт какой? Вот, институт, значит, сейчас, скажу, да, я приступлю к тому, как вообще это можно с учебой совмещать. В общем, у нас не было ни праздников, у нас нету, ну, то есть никаких праздников. Международные же остальные. Лишины были всего. Лишины были всего. Всего. У нас на Новый год было 4 дня, 3-4 дня, когда мы могли бы быть дома. Все. И вот так вот в течение всего времени. Как совмещать с учебой? Конечно, когда я попала в сборную, ты все равно не знаешь, на сколько ты там задержишься. Потому что и спорты уходят совершенно внезапно, уходят по разным причинам, кто-то не выдерживает. Было такое, что приходят в сборную, так же вот отбор. Все, вроде бы девочки должны остаться. Одна тренировка. Эти крики, оры, естественно. Все, просто девочки, можно выйти в туалет? Ну, просто в туалет. Все, уходили, собирали вещи, уезжали. Или просто не приходили на тренировку. Потому что, ну, как бы... Тяжело. Потому что это очень тяжело. Естественно, кому понравится, что у тебя постоянно там... С ног до головы просто каждый день. Вот. Это помимо адских физических нагрузок, помимо того, что это постоянно усталость, постоянно боль в теле, это будет твое второе я. По поводу учебы. Я мечтала... Я вообще, в принципе, когда я поступила... Когда я начала заниматься спортом, конечно, начала не успевать по учебе. Соответственно, мы занимали там репетиторов по возможности, ну, по основным предметам. Хотя бы математика, чтобы она всегда... Ну, как классовый предмет. Выходные я всегда проводила с уроками и с репетиторами. То есть, мне нравится, что период сборной, это все время, вот, Элик, мне дастся нарать, что я никогда никуда ни с кем не ходила гулять, мне никогда не было вообще невозможно куда-то вытащить, потому что у меня была школа, тренировка, уроки. Выходные, уроки, все те, что я не успела сделать на неделе или нужно сделать на следующей неделе. В таком режиме... Напряженка была. Да, это даже... Я вам подсказываю, что это была напряженка. Вот, соответственно, но я всегда старалась учиться на пятерке. Молодец. Для меня это было... Ну, как-то тройки меня почему-то не очень устраивали. Стремление к победе. Да, оно было такое, что... И я помню, у меня тренировка должна была начаться 9.15 в олимпийском, утра. А школа начинается 8.30. У меня были проблемы с физикой. Я все подготовила, все выучила. А когда сдать? А сдавать-то некогда. То есть элементарно у меня не было времени прийти. Я прихожу в школу в 8 утра, подхожу к учителю. Я говорю, вот так и так. Можно я прямо вот до звонка, мы там на 10 минут пораньше начнем. Я вам расскажу все, что надо, там, у доски, все как отвечу. Он говорит, ну, не знаю, там, как ребята. Я пошла к ребятам. Я говорю, ребята, так и так. Можно начать... Что такое для ребят начать урок на 10 минут пораньше? Это же вообще... Нет, все согласились, все были не против. Мы начали урок на 10 минут пораньше. Я уже в 8.30, все, я уходила из кабинета, получив свою долгожданную пятерку. И началась просто в Олимпийский проспект мира, чтобы успеть на тренировку. Одна тренировка заканчивается, собираешься, переезжаешь в другой бассейн, тренируешься там. Ну, в общем, вот в таком режиме проходила все это время. К концу школы я... Ну, я не думала, что я смогу поступить, попасть вообще в сборную, и что Синхроноплавный станет моей жизнью и моим образом жизни. И я мечтала поступить в Лихановскую академию. Очень хотела поступить туда, но не получилось. Не получилось туда поступить, не получилось поступить в другой институт. Это вообще отдельная история, спортивный. Так как они сказали, что, мол, выбирайте либо наш институт, либо участие на каком-то вашем там чемпионате. А речь шла о чемпионате мира по водному виду спорта. Я пришла в спортивный институт. Я не пришла в ЛИДИС, я не пришла в Месенку. Я пришла в спортивный институт с такой вот своей проблемой. Обходя все министерства, там какие-то... Куда я там только не тыкалась, не рыпалась. А в итоге институт мог предоставить мне право сдать экзамен не в срок. Просто я уезжала на тот период, когда нужно было сдавать экзамен. В общем, институт отказался предоставить мне эту возможность. И сказали, мы не хотим с этим связываться, нам не нужны лишние вопросы, нам не нужны проверки, мол, дело, что хотите. Ну, я поступила на гостиничное дело. В спортивное, вообще по другому профилю. Думала, что, ну, ладно, гостиничное дело, значит, гостиничное. Так как со спортом я вряд ли свою жизнь свяжу. А думаю я тогда. Ну, а сейчас зато работая в Министерстве спорта Российской Федерации, в Федеральном центре подготовки спортивного резерва, мне удалось поднять этот вопрос на уровне министерства, сказать, что вот такая вот проблема вообще у спортсменов есть при поступлении в институт наш спортивный. Мне никто не верил. У меня просто у всех просто вот такие глаза были. Потому что они понимают, что как бы если этот вопрос, он дойдет до большой-большой огласки, то это будут проблемы у многих. Вот, естественно, мы пытались этот вопрос решить более как-то. Лояльно решили, я думаю, надеюсь. Собственно, когда я не поступила ни в один из институтов, у меня произошла апатия. То есть я очень, я пустила руки, я не могла понять, как так, вот зачем я училась на пятерке, зачем я практически золотой медалью закончила школу, для чего это все нужно было, чтобы в итоге я как какой-то бестрый осталась вообще, даже в институт не смогла поступить. Я вообще когда не понимала, что произошло, как такое вообще может быть. Меня очень сильно поддержал директор школы, хотя многие мне учителя и говорили, что они сядут, ну как же так, делай что угодно, ну как-то, не так плохо. Еще меня давили на это, что они сядут и вообще не поступило, как так. Я понимала, что, ну вот. Но директор замечательнейшая женщина, Патяна Николаевна Шмидт, которая мне сказала, что, Анися, твоя дорога в спорт. Вот ею иди, а все остальное ты успеешь делать потом. Я так, ну ничего себе, ее как бы ученица не поступила никуда, она такие слова мне сказала. И вот она просто настолько вот вновь раскрыла мне крылья, и я поняла, что все хорошо, ничего. И, собственно, когда я сидела без, ну как бы никуда не поступила, начали происходить какие-то совершенно невероятные...